Доброго времени суток! Вы смотрите канал водопроводные фильтрационные системы. С вами я, Гога. Сегодня мы разберем с вами вот такое вот устройство, электронный контроллер давления. Для чего он нужен, в чем его преимущества, в чем его недостатки, чем он отличается от обычных механических реле давления, которые часто используются на насосной станции. Кстати, если вы хотите приобрести вот такое устройство, как электронный контроллер давления для своего насоса, чтобы он работал в автоматическом режиме, вы можете перейти по одной из ссылок, которые указаны под видео. А теперь поговорим о преимуществах этого устройства. Итак, во-первых, это устройство предназначено для автоматического запуска и остановки насоса. То есть, фактически, когда вы ставите электронный контроллер давления на ваш насос, вы получаете полноценную автоматическую насосную станцию. При этом одно из преимуществ электронных контроллеров в том, что не нужен гидроаккумулятор, не нужно какое-то дополнительное реле защиты по сухому ходу, потому что это устройство является защитой по сухому ходу одновременно. Также нет необходимости в дополнительных каких-то переходниках, например, пятерник и многое другое. Почему? Ну, во-первых, здесь есть манометр на самом устройстве, то есть уже не нужен манометр отдельно. Также здесь есть возможность регулировки давления. Сразу скажу, что получается, этот электронный контроллер, он включает насос по давлению. Давление можно регулировать от одного до двух с половиной барра или двух с половиной атмосферы. Регулировка осуществляется вот здесь, сзади такой есть регулировочный винт. То есть, крутите в одну или в другую сторону, смотрите на манометр и выставляете реле на необходимое давление включения, которое вам необходимо. Выключаются же данные реле, ну или выключает оно насос по протоку. Когда проток уменьшается до 0,6 литров в минуту, когда становится меньше насос, будет выключен. Также здесь есть встроенный обратный клапан в самом устройстве. Также есть, что немаловажно, ну я считаю это преимуществом, есть еще дополнительная резетка. Почему это преимущество? Ну, смотрите, здесь есть вход для того, чтобы подключить насос и есть резетка. Сюда тоже можно подключить насос. То есть, каким образом это осуществляется? Если, допустим, у вас насос без вилки, вы можете ставить его сюда, в этот разъем. Если у вас насос идет вот с такой вилкой, то часто реле, которые не имеют вот такого разъема резетки, то есть, как приходится поступать? Либо, если вы не хотите портить как бы вилку, то есть, отрезать ее, вам приходится делать какую-то переноску с тем, чтобы вставить туда в резетку насос, а потом уже ввести провода в реле. Здесь же это не обязательно делать. Вы сразу можете включить насос сюда, в эту вилку, вот, и таким образом осуществляется подключение. Включить-выключить, то есть, это не проблема. Это одно из преимуществ данного контроллера. То есть, можно как завести вовнутрь провод, так и включить его просто непосредственно в резетку. Ну, или использовать эту резетку для каких-то дополнительных своих целей. Например, включить сюда переноску с лампой и осуществлять перебонд, например, в темном месте, где может стоять такая станция. И не нужно для этого тащить еще дополнительную переноску. Также это устройство имеет автоматический перезапуск. То есть, если оно выключает насос по сухому ходу, оно автоматически перезапускается по определенному алгоритму. Алгоритм выставлен так, что он запускает насос три раза в течение, три раза в час в течение первых трех часов. То есть, получается, девять, шесть, шесть раз за три часа он его пытается запустить. А потом один раз на протяжении четырех часов и один раз на протяжении шестнадцатого часа остановки насоса. Это если вдруг длительное какое-то отсутствие воды, вот таким образом он пытается его запустить по такому алгоритму. То есть, это тоже такое преимущество электронных контроллеров. Если, допустим, нет воды, то вам, и вода потом включилась, вам нет необходимости залазить и включать вручную. То есть, как только появится вода, работает реле, оно включит насос. Что еще можно сказать об этом устройстве, о его преимуществах и недостатках? Ну, о преимуществах мы, в принципе, поговорили. Теперь, скажем немножко и о недостатках. Ну, какие это может быть недостатки? Как я уже говорил, это реле, оно выключает насос по протоку. Соответственно, если у вас, допустим, стоит мощный насос, например, это какой-то глубинный насос, который может давить, там, ну, к примеру, десять атмосфер, да, и на выходе, там, где будет, допустим, стоять реле, это давление будет достигать, ну, больше шести атмосфер, к примеру. Просто, поскольку реле выключает по протоку на закрытую задвижку, создается давление, которое может дать насос. Если в конечной точке он будет давить шесть атмосфер, то вот шесть атмосферы будет в магистрали, что, конечно, не совсем хорошо для различных устройств, как посудомоечная машина, либо любые другие устройства, которые рассчитаны до шести атмосфер использования бойлера и прочее. Поэтому, если у вас мощный насос, то нужно смотреть, сколько на, ну, как бы, на точках потребления будет такое вот давление достигаться. Это одно из таких недостатков. Второе, что может быть, ну, не сказать недостаток, но может несколько создавать проблему, это то, что между самой дальней точкой или самой высокой точкой водоразбора и устройством расстояние не должно превышать 15 метров. Если у вас, допустим, смонтировано это устройство непосредственно на насосе и дальше давит воду он больше, чем 15 метров в высоту, то устройство может не срабатывать. В таком случае надо будет поднимать его выше, ставить не на насосе, а где-то там дальше по магистрали, что, в принципе, допускается. При этом не должно быть между устройством, между контроллером и насосом никаких задвижек. Ну и, пожалуй, еще одно ограничение. Это маломощный насос. То есть, такое устройство не будет работать с насосом, который создает меньше, чем 2 атмосферы на выходе. То есть, получается, если у вас на насосе 20 метров напора, есть такие поливники, допустим, у них там 19 метров напора, и вы хотите сделать, чтобы в автоматическом режиме включал он, выключал насос, то вот он с таким насосом работать не будет. Ну, пожалуй, это единственные вот недостатки такого контроллера давления. Ну и то, что он, конечно, электронный, а электронный значит более дорогой, чем механический. Но, с другой стороны, вам не нужно ставить какой-то гидроаккумулятор, потому что, в принципе, замена гидроаккумулятора, когда он выходит из строя, это фактически стоимость вот такого вот реле. Также вам не нужно переживать за сухой ход, ставить какое-то дополнительное устройство, может быть. Единственное, что вот это следить за мощностью насоса. Если сильно мощный, то как-то решать проблему запуска остановки насоса может быть каким-то другим контроллером. Кстати, такие контроллеры есть, о них мы поговорим в следующем видео. Тоже разберем один из таких контроллеров, которые, в принципе, такую вот задачу может решить. А конкретно за этот, что еще можно сказать? Это то, что он значительно уменьшает место, которое может быть отведено насосной станции. Ну, представьте себе, что такое насосная станция с гидроаккумулятором и всем остальным. Это довольно-таки такой громоздкий, громоздкая система. В то же самое время, если ставить вот с таким контроллером, это гораздо меньше занимает место и можно даже где-то в квартире поставить такой насос, либо же в ограниченном каком-то месте. Ну, вот мы поговорили, в принципе, о преимуществах, о недостатках такого контроллера. Если это устройство вам понравилось, если... Кстати, такие устройства, как правило, имеют и гарантийные сроки эксплуатации. Если это устройство вам понравилось, переходите по ссылке внизу и заказывайте себе такой вот контроллер. Я считаю, один из таких хороших автоматических систем запуска и остановки насоса. На этом все. Вы смотрели канал «Водопроводные фильтрационные системы». С вами был я, Гога. Если вам понравилась эта информация, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите комментарии. Буду рад вашей активности под видео. Я же с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!